В Самаре состоялись игры четверть финала Самарского дивизиона детского КВН. 16 команд показали свои таланты в конкурсе приветствия. Подробности в программе события на телеканале Самара ГИС. Самарского певца Эдуарда Шарлотта поездом этапировали в родной город после задержания в аэропорту Санкт-Петербурга. На артиста завели уголовное дело по трем статьям. Но пока он задержан на трое суток и будет находиться в изоляторе временного содержания Самары. Крылья Советов продолжают подготовку к матчу 17 тура РПЛ против Сочи. Он пройдет в субботу 2 декабря на Сочинском стадионе, начало в 17.30 по самарскому времени. В Волжском районе прошли совместные тактико-специальные учения по ликвидации последствий ДТП. В них приняли участие представители госавтоинспекции, МЧС, скорой помощи. Учения помогают службам отрабатывать процедуру спасения людей, попавших в аварию. В Самарской области во втором квартале этого года уровень безработицы составил 1,9%, что значительно ниже, чем в среднем по России и в Приволжском федеральном округе. Ситуация на рынке труда в регионе остается стабильной. Всего в стране сегодня 2,2 млн безработных. В Самарской области средняя температура воздуха в декабре ожидается в границах от 5 до 9 градусов мороза. Количество осадков предполагается больше нормы, сообщают синоптики Приволжского гидрометцентра. Депутаты Госдумы внесли поправку о запрете использования телефонов в школах, даже в образовательных целях. Решение по поправке будет принято 4 декабря. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, принятие закона повысит авторитет учителя, будет способствовать живому общению в классе. Владельцы домашних питомцев должны делать прививки домашним кошкам и собакам, напомнили в Роспотребнадзоре. Вакцинация поможет защитить животных от болезней, которые может передаться и человеку. Самое опасное заболевание – бешенство. Подобрать вакцину может только ветеринар.